Всем привет дорогие друзья, с вами канал Игрополка и сегодня мы посмотрим с вами на два дополнения к игре Кромешная Тьма, первый из которых называется Колдуны против Лорда Клыка, это набор героев и монстров, он содержит в себе трех героев и одного монстра, давайте сразу заглянем с вами внутрь коробочки и нас встречает новый лист, новый класс персонажа, который называется Колдун, и покажу вам его особенности, его способности, все зачитывать не буду, одна способность называется Алхимик, можно потратить один опыт и выполнить действие Трансмутации, сбросив при этом всего две карты, а классовый навык называется Отвлекающий Взрыв, потратьте одно действие, чтобы выйти из зоны с врагом и переместиться в соседнюю зону, нанесите этому врагу одно ранение, ну а эти все свойства я зачитывать не буду и дальше нас ждет, давайте сразу достанем с вами карты, они прям тютелька в тютельку по размеру с зиплок пакетом, Итак, это у нас артефакт, который называется Перстень Колдуна, если герой наносит ранение врагу атакой или навыком, нанесите еще одно ранение и плюс один магическая атака с эффектом магическая атака, плюс один алмаз, написано немного непонятно, но разобраться можно, и эти карты мы будем смотреть непосредственно с нашими героями, Итак, еще с прошлых дополнений, я помню, что здесь у нас по краям есть скотч, поэтому мы его аккуратно отрежем, и нас встречают 4 миниатюры, 3 героя и 1 бродячий монстр, и если я взял, конечно же, миниатюры из базовой игры бродячих монстров, из базовой игры, и некоторых бродячих монстров, точнее всех бродячих монстров из предыдущих 4 дополнений, и вот, например, когда я доставал вот этого бродячего монстра, он просто огромный по размеру, и я никак не ожидал увидеть такого монстра, то, например, вот Lord Click, и судя по коробочке, я ожидал там как раз увидеть нечто наподобие вот такого размера, а здесь произошел обратный эффект, я не хочу говорить слово разочарован, я потому что нисколько не разочарован, сама миниатюра отличная, просто ожидал большую, но увидел небольшого, вот, например, базовые, бродячий монстр из кромешной тьмы, из базовой игры, вот, по размеру как раз этот Lord Click и подходит, а вот, это из дополнения Куролиск, наш, собственно, Куролиск, то есть небольшой, даже, наверное, меньше некоторых базовых, ну, если брать, например, сравнение Паука, ну, и давайте посмотрим непосредственно на самого Лорда Куролика, там, у него на голове одет какой-то капюшон, открыта пасть, и видно, даже, наверное, можно посчитать его зубы, и два тесака, мышцы, руки хорошо проработаны на руках и спине, ну, и, конечно, миниатюры, как в игре Кромешная тьма, так и, в принципе, в играх от Кмон, или, как их обидно называют, Семен, они, конечно, великолепные, да, и что у нас делает Лорд Крлык? Крлык может совершать ближние атаки на расстоянии 0-1, в конце своей активации Лорд Крлык дополнительно атакует другого героя, то есть он за свой ход атакует двух героев, и, ну, и его характеристики. Характеристики слабый монстр, это при атаке два желтых, один красный, при защите три синих, а сильный при атаке два желтых, два красных, при защите три синих, один зеленый. Это наш Лорд Крлык, и следующие герои. Итак, первый, вот на меня смотрит, ну, размер героев, он стандартный, как и в базовой игре, и это у нас, наверное, вот она, это Сара, сумочный навык, атака плюс один за каждого союзника в одной зоне Сары. Рекомендованный класс, доблестный воитель, и сама Сара выглядит вот таким образом. Воинственная дева с мечом и щитом. Это наша Сара. Вот этот в позе бегущий герой по имени Тиш, сумрачный навык, атака плюс один, переброс кубиков, атак или защиты. Рекомендованный класс, гонец кровавой луны. И выглядит сам наш гонец вот таким образом, вот он в позе находится, бежит. И лицо его получше. Детализация нехорошая, детализация отличная. И последний наш герой это Аякс. Сумрачный навык, атака, если выпадает звездочка, взрыв, бросьте один желтый кубик и нанесите атакованному врагу столько ранений, сколько выпало. Мечей рекомендованный класс, колдун. Вот как раз это наш новый класс, колдун. И в такой вот позе с крыльями на голове. Выгнулся старичок. С распостертыми объятиями в руки. Монстром пойдет. И, собственно, это и все, что можно найти в данном дополнении. В дополнении три героя. Тиш, Сара и Аякс. И одного бродячего монстра по имени Лорд Клык. Вот, кстати, его сравнительный размер с героями. Ну, Лорд Клык отличный, конечно. И штамп по себе, как персонаж. То есть, внешне как он выглядит. И один артефакт. И новый класс, лист класса, который называется у нас Колдун. Второе дополнение называется Крысолюды. Это набор врагов. И, собственно, как и набор с Лордом Клыком, набор Крысолюды. Это два набора, которые я ждал больше всего. Но выходили они в числе последних дополнений. В этом наборе мне просто сама фигурка Лорда Клыка интересовала. Внешне он выглядит отлично. Как я уже, наверное, дважды или трижды говорил. Ну, а набор Крысолюдов мне просто нравятся крысы как таковые. Как животные, скажем так. И здесь у нас надо еще поискать. Где скотч? Один. Здесь нету. И вот второй. Второй. Я так чувствую, там еще будет. Возьмем наши карты. Это был один этаж. И вот второй этаж. Итак, здесь у нас воины. Они все одинаковые. То есть у нас получается 12 вот таких фигурок. Возьмем одну, посмотреть. А здесь вот этого товарища. Вот этого товарища. Вот эти фигурки у нас одинаковые. Возьмем этого товарища. Вот этого. И бродячего монстра. Зря я сегодня приготовил две вот эти вот миниатюры. Я собирался сравнивать все с ними. С их размером. Но размер бродячих монстров подкачал немного. Но, опять же, нисколько это я не хочу записать в минус игре. Просто после этих дополнений ждешь такого же чего-то крупного в последующих дополнениях. Давайте откроем карты. И бродячий монстр у нас называется Корсалют. Переросток. Собственно, вот так он выглядит. С открытой пастью и с металлическим мошенником, идущим от мошенника железяков. Давайте со всех сторон его рассмотрим. Ну, правильно. Не Корсалют-гигант, а Корсалют-переросток. Итак. Появляется с двумя приспешниками-корсалютами. Если это возможно в одной зоне. У каждого из этих приспешников по два здоровья. Корсалют-переросток считается вожаком этого отряда. У слабого атака два красных, защита два синих, один зеленый. У сильного атака два желтых, два красных, защита два синих, два зеленых. И сильный появляется с четырьмя приспешниками-корсалюта. И у каждого крсалюта два здоровья. И он является вожаком этого отряда. Итак, это наш крсалют-переросток. Поставим его сюда. И вот бродячий монстр у нас есть из базовой игры. Примерно так размер выглядит. Нечто среднее. И вот этих двух я не сравнивал минотавр. Нет, минотавр у нас побольше, чем лорд-клык. Итак, дальше у нас идёт крысалюты-арбалетчики. Вот так он выглядит сам. Арбалетчик. Естественно, держит арбалет в руке. Хвост как змеиный. Только розового цвета ухмылка. Борода. И вытаскивает. Или просто держит. В руках стрелы. Арбалетчик. Крысалют-арбалетчик. Пока в этом отряде остаётся больше половины от начального количества. Фигурок атака плюс один. Меч. И, наверное, вот этот вот товарищ. Это он как вожак крысалютов-арбалетчиков, я так подозреваю. Это выглядит он вот так, как раз с метлой. Наверное, подметает за тем, что натворили его крысалюты-арбалетчики. Подземелья подметает. Тоже довольно так хитро улыбается. Как будто на нём череп одёт. А, ну вот, да, на нём и есть череп. А из-под черепа хитрая улыбка. Да, видно. Череп, хвост калачиком, крендельком. И сзади выглядит он вот таким образом. Подойдёте слишком близко к нему, получите метёлкой. По голове. Вот это у нас крысалют-воин. Сначала подумал, у него палка сломалась. А это... Она у него такая... Так и задумана. Да. Это вот крысалют-воин. Это вожак крысалют-воинов. Давайте раз я его взял. В руках держит две. Назовём их булавы. Тоже все крысалюты слишком довольны и хитрой улыбкой. И со спины он выглядит вот таким образом. Вот их карта. Проныры. Это вожак, а вот сами крысалюты-воины. Где? Вот они. Всё. Всё перепутал. Вот крысалют-воин. С зазубленным мечом и щитом. И тоже я бы на его лице прочитал улыбку. И давайте вот сравним воин-орков. Вернее, не воин, а вожак. Так, миниатюры крысалютов, они по размерам такие же, как и миниатюры других врагов в игре. Единственное, что гномы меньше чуть и гоблины. Ну, потому что они такими маленькими родились. Это не их вина. И последний наш это крысалют. Карты, карты. Две карты первого уровня, арбалетчики-воины. Две карты второго уровня, арбалетчики-воины. Две карты третьего уровня, тоже арбалетчики-воины. И две карты четвертого уровня, арбалетчики-воины. То есть, агент крысалютов появляется только на пятом уровне, арбалетчики-воины. И вот он, агент, выглядит вот так. Впрочем, как и другие агенты в игре, у него также есть капюшон. Ну, например, вот у нас агент, у него капюшон. И вот эти вот ромбовидные, вернее, пятиугольные колючечки. Они мне очень нравятся у агентов. Вот о них идет речь. И о буквах на груди. Итак, в конце фазы врагов, в зоне с жетоном уровня, на этом фрагменте игрового поля, где находится этот агент, появляется страж. Ну, собственно, делает то же, что и другие агенты. И выглядит он вот таким образом. Зубы крысиные торчат впереди. Два мяча, как и положено агенту. Накидка, вот эти вот пятиугольные щитки. И сзади выглядит вот так. Хвост, конечно, на червяка похожий. Выглядит потрясно. У всех агентов у этого тоже есть. И капюшон, и этого я показывал. Вот агенты гномов. Тоже эти пяти конечные щитки. Капюшон и два мяча в руках. Вот, собственно, и все. Давайте по количеству. То есть у нас 12 воинов, один вожак воинов, один переросток, один вожак арбалетчиков, шесть арбалетчиков и один агент. Вот они все перед вами. И из прошлого дополнения есть Клык и три новых героя. Будет чем разнообразить свои приключения в Кромешной Тьме. Ну, а также не забывайте, что эти миниатюры можно использовать где угодно в других играх, в том числе и в ролевых. Если вы ими увлекаетесь, можно заполнить свои подземелья. Надеюсь, данное видео было интересным, а самое главное полезным для вас. Если так, я очень рад. Но на сегодня всем спасибо за просмотр. Играйте в игры и всем счастливо.